Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Вот что сегодня в нашем выпуске. С честью выполняют поставленные задачи. В день войск Национальной гвардии России глава Рашид Тимрезов вручил награды отличившимся сотрудникам. Он показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества. Наш репортаж о Мухаммеде Мурзаеве, погибшего в зоне сволоков. Продукты питания, долговременного хранения, средства гигиены и многое другое. Вторую партию гуманитарного груза Карачева-Черкесия отправила в Палестину. В Черкесске прошел конкурс профессионального мастерства, который помогает педагогам рассказать о своем опыте и получить признание коллег и общества. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов провел заседание антитеррористической комиссии с участием членов правительства, руководителей территориальных подразделений, органов безопасности и правоохранительных структур, а также глав городов и муниципальных районов. Заседание открылось минутой молчания в память о погибших в подмосковном Крокус-Сити-Холле. В числе обсуждаемых вопросов совершенствования мер антитеррористической защищенности объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а также мест массового пребывания людей, образовательных учреждений и объектов здравоохранения республики. Участники заседания акцентировали особое внимание на необходимость обеспечения антитеррористической безопасности объектов туристической индустрии. Сегодня в России отмечают День образования войск Национальной гвардии. Этой дате в отечественном календаре было посвящено прошедшее в региональном управлении Росгвардии мероприятие. Подразделения, поздравления и слова благодарности принимали сегодня росгвардейцы от руководства Карачаева-Черкесии, главы республики Рашида Тимрезова и спикера парламента Александра Иванова Артур Мфцес праздничного построения. На этом мемориальном сооружении имена погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Национальной гвардии и правоохранительных органов региона. О каждом из них в день 213-й годовщины образования структуры вспомнили действующие росгвардейцы и представители власти в республике. Выступавшие перед личным составом управления отмечали вклад сотрудников ведомства в обеспечение безопасности и правопорядка, причем не только на территории нашего региона. Уверен, что сотрудники управления, как всегда, будут реагировать оперативно и своевременно. От всех жителей нашей республики, от себя лично, я благодарю весь личный состав управления за доблесть, мужество и профессионализм, обеспечивающий высокий уровень поддержания стабильности правопорядка и безопасности, как в нашей республике, так и в целом на территории нашей Родины, Российской Федерации. Я благодарю весь личный состав за доблесть, мужество, профессионализм и мастерство, обеспечивающие высокий уровень поддержания стабильности правопорядка и безопасности. Также выражаю самые теплые слова признательности родным и близким, которые вместе с нами разделяют все тяготы нелегкой профессии. В этот день ведомственными наградами и благодарственными письмами был отмечен вклад представителей ряда подразделений Росгвардии в обеспечении правопорядка и безопасности населения. А чуть позже Рашид Темрезов встретился с домами сотрудников ведомства, погибших при исполнении задач по защите населения новых российских регионов. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Российские военнослужащие продолжают героически отстаивать интересы государства в зоне СВО. К сожалению, не все из них возвращаются домой. Исполняя свой воинский долг, наш земляк Мухаммед Мурзаев, родом из Беслинея, показал пример мужества и самоотверженности, проявив себя как настоящий защитник Отечества, до конца остался верным воинской присяге, за что и представлен к правительственной награде Орден Мужества посмертно. Фатима Даурова, герои настоящего времени. Понял он, пора настала, брат за брата, как всегда, добровольно по контракту род пошел он защищать. Где-то ворон черный каркнул, не к добру вздохнула мать. Мухаммед в боях прославил род Мурзаевых навек, имя доброе оставил, настоящий человек. Эти строки появились по зову сердца, когда пришла печальная весть в семи Мурзаевых. Единственный сын Мухаммед сложил свою голову в бою. Его служба в рядах Вооружённых сил России началась в августе прошлого года, когда Мухаммед в тайне от семи отправился добровольцем в зону СВО. Врождённое чувство патриотизма не позволило ему остаться в стороне. О его решении родные узнали не сразу. Но никто из них не сомневался в правильном выборе сына и в его мужестве. И вот сегодня выразить соболезнование и сказать слова благодарности родителям за достойное воспитание сына пришел военный комиссар Черкеска Андрей Хвостика. С честью выполнил поставленную задачу до конца. К сожалению, от ранения скончался. Примите мои самые искренние соболезнования. Я благодарен вам за такого настоящего воина, за настоящего парня, который по зову сердца год назад убыл для прохождения службы и выполнения задачи в ходе специальной военной операции. Прошел до воинского вызывания лейтенант. К сожалению, сегодня с нами его уже нет. Не имея за плечами опыта службы в вооруженных силах, только благодаря лидерским способностям, точному стратегическому мышлению, умению принимать быстрое, но правильное решение в боевых условиях, Мухаммед Мурзаев вскоре получил звание лейтенанта и возглавил штурмовой отряд. В ходе очередного наступления командир специального подразделения «Шторм» лейтенант Мурзаев в тяжелейших боевых условиях организовал ввод личного состава в занимаемый противником опорный пункт. Этот бой для него оказался последним. Но его боевым товарищам удалось уничтожить живую силу противника и занять освобожденные позиции. «Он прекрасно себя показывал как лидер, как командир. Он умел находить общий язык с командованием и с простыми солдатами, с подчиненными. У него это хорошо получалось, поэтому таких командиров побольше бы. Это его призвание было с самого начала». Друзья и близкие отмечают, что Мухаммед был очень общительным, добрым и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь. С экрана телефона миру улыбается красивый парень, герой нашего времени. Но есть ли горе больше, чем горе матери, потерявшей своего ребенка? И есть ли гордость больше, чем гордость матерей за своих детей и героев? Фатима Дурова, Михаил Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы расскажем о финале конкурса «Лучший учитель года-2024», а также о том, сколько будет длиться сезон катания в Архизе. Не переключайтесь. Карачао, Черкесия. Ночью местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2, плюс 3 в горах до 7 градусов мороза, а днем до 18 тепла и местами плюс 2, плюс 7. В Черкесии без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 1, днем 15-17 градусов тепла. Жителям Палестин и бортом самолета МЧС России отправлена очередная гуманитарная помощь весом почти 30 тонн, 25 из которых от Карачао-Черкесии. Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Минеральных вод в египетский аэропорт Эль-Ариш. Оттуда груз будет передан представителям египетского общества «Красного полумесяца», которые передадут его жителям сектора газа. Воздушный мост по доставке гум-помощи организован по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Главным оператором сбора выступил региональный штаб. Мы вместе ресурсного центра Карачаева-Черкесии. В груз вошли продукты питания долговременного хранения и средства гигиены. Список продуктов формировался из потребностей и предпочтений жителей, которые были выявлены в ходе обратной связи. Это уже вторая гуманитарная помощь, которую наша республика отправляет жителям палестинской автономии. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов выразил благодарность каждому, кто принял участие в таком благом деле, кто проявил сострадание и чуткость к мирным гражданам. В участии МЧС России в данной акции в соответствии с поручением президента Российской Федерации и приказом министра МЧС России, авиации МЧС России, осуществляется доставка гуманитарного груза, предоставленного правительством Карачаева-Черкесской республики, для отправки в Арабскую республику Египет для пострадавшего населения в зоне Палестино-Израильского конфликта. Сотрудниками МЧС России осуществляется загрузка 29 тонн гуманитарного груза в борт МЧС России с последующей его доставкой по назначению. Кто представит Карачаева-Черкесию на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года России-2024»? Имя победителя уже известно. Сегодня жюри регионального этапа его определило. Принимали участие в конкурсе педагоги всех районов республики. Площадкой для его проведения стал Центр для одаренных детей-спутник. Какое задание предстояло пройти конкурсантам и какие методы и подходы они используют в своей педагогической практике? Расскажет Альбина Ламкова. Конечно же, совмещать работу и подготовку к конкурсу – это очень сложно, потому что требования, конечно же, высокие требования. И соответствовать этим высоким требованиям данного конкурса очень сложно. Но мы, надеюсь, справились с этой задачей. Самое ценное – опыт, говорит Айшат Даттаева. У каждого участника есть свои методики преподавания. Она использует в обучении системно-деятельностный подход. Но в первую очередь Айшат Зулеевна ориентируется на детей. Поэтому проблемно-поисковые методы на любых этапах урока всегда приветствуются учениками. Вы проводите свой эксперимент, чуть-чуть потренируйтесь. На региональном этапе Всероссийского конкурса «Профессионального мастерства «Учитель года России-2024» каждый участник представил задание заключительного тура «Мастер-класс». Конкурсанты-преподаватели самых разных дисциплин. У каждого из них есть чем поделиться с коллегами и что показать жюри. «Хочется, знаете, стать для них чем-то хорошим, ценным. И уж если влиять на детей, то правильно, непременно. И чтобы через годы уверенно, гордо и честно сказать, я учитель». Всех без исключения объединяло трудолюбие и верность избранной профессии. Педагоги имели возможность заявить о своих открытиях, достижениях и волнующих вопросах. В 35 лет своего существования и развития конкурс гармонично вписался в жизнь педагогического сообщества. Это не просто конкурс, это возможность продемонстрировать лучшие знания, возможность поделиться опытом, возможность творческого самоопределения и, конечно, личностного и профессионального роста каждого из участников. В своем выступлении Инна Кравченко отметила то, что все конкурсанты уже победители. Победители муниципального конкурса. Но пришло время определить того, кто поедет в финал. И достойно представить нашу республику в Саратовской области. Им стал Заур Каркмазов из пятой школы у Джугуты. Он учитель математики. Удержать внимание главное в процессе преподавания, говорит преподаватель. Самое главное, чтобы детей тянуло к математике, детей тянуло к науке. И, разумеется, я прибегаю к различным методам, игровым методам. Опыт участия в этом конкурсе. Что даст вам в вашей работе? Мои коллеги, которые со мной соревнуются, великолепные преподаватели. И, разумеется, я учусь у каждого из них чему-то новому, что я буду внедрять уже в своей практике. Принять участие в столь важном для каждого учителя мероприятии – большая награда. Конкурс – непростое дело. Но, тем не менее, итоги подведены. Теперь можно с уверенностью сказать, что приобретенный опыт непременно повысит качество работы педагогов. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Горнолыжный сезон на курорте Архиз продлится до 1 мая. В этом году погода решила порадовать всех фанатов катания на горных склонах. Много снега, тепло и яркое весеннее солнце – идеальные условия для спусков с горы. Поэтому любители горнолыжного спорта смогут до последнего месяца весны наслаждаться горными пейзажами, свежим воздухом Карачаева, Черкесии. По итогам прошлого года известный курорт посетили около 900 тысяч человек. К 2030 году туристический поток на Архизе увеличится и, по прогнозам, достигнет отметки в 2 миллиона посетителей. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Воснецова». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»